Спустя две недели после масштабных пожаров на Гавайях, Байден все же соизволил посетить пострадавший остров Мауи. Встретили его там на редкость прохладно. По пути продвижения президентского кортежа стояли протестующие с плакатами и кричали оскорбления в адрес Байдена. Две недели Байден провел в отпуске в Делавэр и почти не проявлял интереса к Гавайям, так что неудивительно, что местные жители были возмущены поведением Байдена. Причем за которого они сами же голосовали. Гавайи почти на всех выборах поддерживают демократов. Но сейчас кто-то из них начал прозревать. Особое негодование вызвал тот факт, что Белый дом предложил дать каждому пострадавшему от пожаров всего по 700 долларов. И это при том, что общий ущерб оценивается в миллиарды, ведь целый год Лайхайна был стерт с лица земли. Ситуация на Гавайях показательна, ведь именно поэтому Байден отказывается посещать места других трагедий, вроде штата Ахайя, где сошел поезд с химикатами с рельс. Его бы там точно подняли на вилы, если даже традиционно демократических Гавайях Байдена устроили нагоняй. У Байдена нынче тяжелые времена. По рейтингам он отстает от Трампа хоть последнего и кошмарят прокурорскими гонениями. А реакция на техногенные природные катастрофы, которые происходят все больше вкупе с кризисами в экономике, указывает на явную профнепригодность команды Байдена. И чем ближе выборы, тем раздрай в Белом доме все сильней.